позитивный. Я приветствую вас, друзья. Меня зовут Виталий. Сегодня очередное видео, которое посвящается теме успеха. Тема актуальная на все времена. И сегодня я обращусь за помощью гуру темы успеха Брайану Трейси. Меня вдохновил именно он на это видео, потому что я посмотрел несколько видеороликов его на ютубе. Прочитал книгу о том, как съесть лягушку, быть эффективным. И непосредственно видеоролик, который набрал 1 миллион просмотров, 21 секрет миллионера о том, как стать миллионером. И этот видеоролик имеет под собой комментариев очень много. И многие люди спрашивают, а кто-нибудь здесь стал миллионером в результате просмотра этого видеоролика. И у меня также возник этот вопрос. Почему я склонен доверять Брайану Трейси? Потому что я немножко изучил более доступную информацию о его биографии. Посмотрел много интервью с его участием. И считаю, что этот человек достиг успеха, реализовав свою природу. То есть он масштабировал свою природу. Такой у него имеется аватар. Этот аватар очень интересный, что Брайан Трейси также имеет в своей биографии пункты аскетизма. Когда его детство было голодным, он жил в бедной семье. И в результате, он как говорит, у него осталось воспоминание об этом возрасте, об этом периоде жизни. Что он был голодный, хотелось кушать. И вторым пунктом для успешного человека является самообразование. И в результате, то есть проживания, рождения, воспитания в бедной семье, он не получил классического образования какого-то. И поэтому он пошел работать простым моряком, скажем. Поэтому биография Брайана Трейси закономерно привела его к успеху. Но он смог разглядеть в себе, благодаря этим аскетизму такому, смог найти в себе ресурс, который помог ему достичь успеха. Является способность впитывать окружающие правила и законы. То есть, когда Брайан Трейси находится в какой-то среде, он с легкостью воспринимает правила распорядки и законы окружающего мира. То есть, какого-то сообщества. Именно об этом Брайан Трейси и говорит в предисловии к своей книге, в первых главах своих книгах. Говорит о том, что он пошел трудиться торговым агентом коммерческого отдела, по продажам заниматься. А так как у него не было образования никакого и навыков в продаже, он не мог преуспеть. Но он заметил такую идею и ей увлекся этой идеей, что надо общаться с людьми, спрашивать у них, как делать и что делать, чтобы стать успешным продавцом. То есть, он обрел первый такой опыт успеха, способность свою реализовал и ее потом масштабировал. Способность впитывать сторонний опыт в той или иной роде деятельности. А этот опыт сопровождается соблюдением тех или иных правил и законов. Именно поэтому я склонен доверять Брайану Трейси, что в его книгах, в его аудиовыступлениях это действительно правда. То есть, это рабочие инструменты, которые мы можем использовать. Но в то же время у меня возникли сомнения, почему столько людей просмотрели его видео, прослушали его курсы, его лекции, но миллионерами не стали. И я задался целью найти здесь, в чем секрет, в чем проблема же. Потому что меня также волнует эта проблема успеха. Я также хочу достичь успеха в жизни. Итак, у Брайана Трейси прозвучало в каждом его видео, в каждой его книге говорится о 21 законе, о 21 правиле, который распространяется на ту или иную сферу жизни успешного человека. Будь это эффективное использование своих ресурсов, будь это использование времени или о том, как стать миллионером и так далее. Он всегда говорит о 21 правиле или называет закон, закон финансового благополучия и закон финансового роста и так далее. И оказалось, что между мной и Брайаном Трейси имеется один общий закон, которому мы оба следуем. А это закон, как он пишет и говорит, закон о причинно-следственной связи. То есть причина, как мы знаем, какая-то существует, а за ней происходит какое-то следствие. Такой философский закон, который непосредственным образом влияет на успех человека. Итак, сейчас мы с вами решим эту проблему, эту дилемму. Дилемму, как же нам, следуя правилам и законам, которые Брайан Трейси проверил на собственной жизни. И более того, он узнал, много прочитал литературы, пообщался с многими людьми, которые достигли успеха. И утвердился в своей правоте, что эти правила, эти законы работают у многих людей. Почему это не работает у меня или у вас? Почему? Спросите вы. Итак, сейчас мы приступим к разбору полета этого. Как нам прийти к успеху с вами? Итак, в некоторой точке, вот здесь, к примеру, находитесь вы, или я, буду говорить о себе, человек. Вот здесь находится человек. По этой линии горизонтальной мы откладываем время. Это будет время. Время. По этой вертикальной линии мы откладываем некое измеряемое пространство. Ну, скажем там, пространство. Буквкой H его измеряем. Назовем буквой H вертикальная. Вектор буквой H. Итак, Брайан Трейси говорит все время о законе причинно-следственной связи. Такой широко понятный, в общем-то, закон для нас. И мы его, как читаем? Мы его читаем вот так. Мы пишем причина. Мы пишем причина. Ставим так стрелочку, пишем следствие. То есть, и затем дальше опять пишем причина, опять следствие. То есть, видите, мы пишем как бы на одном векторе и представляем в своем сознании, что причина и следствие находятся в одном векторе. И часто этим вектором является время. То есть, на линии времени мы откладываем причину и следствие. В результате мы не учитываем этот важный фактор пространства. А Брайан Трейси учитывает его. В его концепции видения мира несколько другое. У него следствие будет находиться где? Вот здесь. Следствие находится на векторе времени. А причина будет находиться на векторе пространства. Вот так вот будет находиться причина. То есть, когда мы будем говорить с вами о законе причинно-следственном, который влияет на происходящее событие и в человеческой жизни, то они находятся вот такой. Они находятся в состоянии взаимоотношений и взаимосвязи, которые происходят через человека, через меня они проходят. Я нахожусь между ними. То есть, вот здесь находится человек. Вот он. Разберем законы успеха миллионера, к примеру. Который видеоролик есть, который мы говорим 21 закон, 21 правило. И первым правилом там говорится, о чем говорится, о мечтате, о великом. Когда мы слышим это слово, мы можем что сделать на графике? Провести такой вектор. Вектор в будущем. Скажем, вот в этой точке. В этой точке времени, напишем тут, допустим, 2018, 2019, 2020, вот здесь 2017 год. Итак, в этой точке 2020 года я мечтаю о великом. Великое, соответственно, оно должно быть большим. Вот такой вектор рисуем. Вот какая-то великая цель у меня, великая задача, превосходящая мое сегодняшнее состояние. Мотивирующая меня к этой большой задаче. Благодаря этому, благодаря такой великой цели, великой задаче, Мы приходим ко второму закону успешного человека, способности ясно видеть, ощущать именно свою цель и свою великую задачу. И таким образом мы проводим из этой точки, вот к этой цели вектор. Вот, то есть мы видим вектор, не через время, не через время. Время нам тут мешает, много лет, когда мы представляем себе груз этого времени, сколько придется прожить, проделать, пережить это все время и прийти к этой великой цели. Я здесь не увижу ясности. У меня будет множество сомнений. А когда я по другому вектору пойду, вот по этому вектору, у меня будет уже ясность. Ясно я вижу, нет препятствий на моем виде, не в моем сознании. Я вижу свою цель ясно. Это второй закон. Здесь это был первый, это второй. У нас появился вектор, по которому мы можем начать движение к нашей цели. Очень интересный вектор. То есть мы не по времени движемся, мы не в пространстве движемся. Мы движемся по третьему вектору. Вектору, который объединяет время и пространство. Это важно. Чтобы вы представляли, что вы движетесь не во времени, не в пространстве. Чем отличается этот вектор от этих двух? В этом векторе, во векторе времени, вы что делаете? И я, непосредственным образом я. Я служу. Ну, короче, на службу хожу. Служу народу, государству служу и так далее. Это во времени называется. А вы, если вы не служите народу и государству, вы что делаете? Вы работаете вот здесь. Вы работаете в пространстве. Вот здесь вы работаете по этому вектору. Таким образом, когда мы слышим Брайана Трейси и его видео, попытаемся его применить к своей жизни, у нас возникает диссонанс. Противоречие. Я нахожусь вот здесь, понимаете? И хочу применить здесь эти законы и правила. А надо их применять вот здесь, на этом векторе. И в том же самое, если вы работаете, много работаете, вы находитесь вот здесь. А надо оказаться здесь, на другом, на третьем векторе, который объединяет пространство и время, и в результате взаимодействуют, взаимодействуют, находятся в законе причины и следствия. То есть вы начинаете тогда влиять на причину, влиять на следствие. То есть вы становитесь таким миром отношения и связи между причиной и следствием. Поэтому я теперь вижу свою цель, я ее ясно вижу. Я перестаю служить здесь, или вы перестаетесь работать. Теперь наша цель двигается, манит нас, мотивирует нас двигаться. Она ясно нам видна, мы ощущаем ее присутствие здесь. И мы что делаем? Мы начинаем сюда движение. И третий пункт правила миллионера какое? Работай на себя. То есть в этом векторе, в этом векторе, скажем, вот так, вы будете работать на себя. Вот смотрите. Вот эти точки вы соединяете туда, то окажется, что вы будете работать на себя. Более того, когда вы попадаете в эту точку, к примеру, или я подавлю эту точку, вы обнаруживаете, что существуют люди, существуют люди, которые готовы работать на вас, которые готовы служить вам ради этой великой цели, которую вы поставили перед собой. понимаете? То есть теперь вы можете, есть там принципы, передать на аутсоркинг, да, или так далее. То есть взаимодействовать с другими людьми, создавать вокруг себя окружение и так далее, которое будет помогать вам двигаться к успеху. Это важно. Принцип, третий принцип, работаю на себя. Здесь работаю на себя и, соответственно, привлекаю к тому, что на меня работали другие люди и служили мне, которые находятся на векторе времени и векторе пространства. Я нахожусь на векторе, объединяющем пространство и время, вектором собственного мира. Так, что здесь важно? Как только я сюда пошел, сюда пошел, что произошло со мной? Там, ну, произошла трансформация. Трансформация какая? Теперь на меня не распространяются законы, которые существуют вот здесь. Как бы сказать, нравственные законы находятся в пространстве. А здесь во времени моральные, моральные устои, моральные правила какого-то сообщества, они на меня также не распространяются. То есть я их учитываю, потому что на меня работают и мне служат определенные группы людей, которые поддерживают мою цель. И я их мотивирую даже работать и служить, соблюдая нравственные, моральные, законные правила. Но я при этом абсолютно нейтрален. Абсолютно нейтрален. Меня не интересуют никакие религиозные, там, национальные, какие-то традиции и так и подобное. На меня это ограничение никаких нету. Нет никаких ограничений. То есть моя цель хорошо видна. Ясно видно. Второй закон. Ясно. Никаких препятствий здесь нет. Никаких препятствий. Никаких. Когда мы сюда попали, мы попали в ситуацию, когда я могу делать то, что люблю. Четвертый закон. Успешного миллионера. Теперь я здесь делаю то, что я люблю. Понимаете? Я это люблю. Мне это нравится. Меня это вдохновляет. Мне от этого хорошо. Мне драйв. Драйв. Мне нужна энергия, тянущая меня сюда. Потому что подо мной теперь никакой почвы нет. Никакой основы нет. Никакого пространства нет. Я могу двигаться и с помощью любви только. То, что мне нравится. То, что мне интересно. То, что меня мотивирует и внутренне зажигает мою энергию. Драйв. Я сюда поднимаюсь с оптимизмом постоянным. Я здесь себя совершенствую. Я совершенствую в глазах себя, в первую очередь, в глазах других людей. Двигаюсь сюда. Двигаюсь. Пятое правило. Я себя совершенствую. Я совершенствую себя. Я продолжаю обучение. Я продолжаю обучение, образование. Почему мне это надо? Потому что у меня здесь опыт. Опыт лежит. Я как бы... Каждый мой шаг это мой опыт. Потому что мне этого опыта нет где взять. Это мой собственный опыт. Я здесь сам двигаюсь. То есть я один. Вот цифру даже единственная здесь я. Один. Здесь я один. Рядом со мной никого нет. Мне подсказать некому. Мне надо совершенствоваться, обучаться, образовываться, двигаться на собственном опыте, на собственных ошибках. Сегодняшнее видео я как бы посвящаю Брайну Трейси. Большой человек, гуру, который посвятил свою жизнь. Впитыванию в себя законов и правил успеха успешного человека. Как стать успешным человеком? Он нам объясняет. Ребята, делайте вот так, вот так, вот так и у вас все получится. Но Брайан Трейси не говорит о том, что вот об этом он не говорит. И поэтому у нас возникает диссонанс. Внутренний конфликт с окружением, внешний конфликт какой-то, когда тебе люди говорят, куда ты лезешь, брат. Это не твоя тема. Сиди дома, прижми задницу на диване, иди на работу, зарабатывай там свои копейки от 8 часов утра и до 5 часов вечера. И следующим законом успеха успешного человека для меня и для вас благодаря Брайану Трейси мы это узнали. Мы так бы, конечно, не узнали, но другие ребята тоже много написали, чего это закон служения. То есть это не на службу ходить, не на работу. Он здесь свободен. Свободен человек успеха. Он служением служение. То есть я служением занимаюсь вот этим людям. Понимаете? То есть служением людям, которые работают на меня и служат мне. Тут как бы однокоренные слова ходить на службу и служить. То есть служение более такое высокое слово, которое не получаешь за него деньги, не получаешь никакие совершенно никакой благодарности, никакой ответа, ничего не получаешь. Ты просто служишь этим людям в ответ на то, что они тебя поддерживают, мотивируют, как-то работают на тебя и служат твоему делу. и ты в ответ так же вот этот закон соблюдаешь. Но мы с вами теперь знаем, что нам бояться нечего, потому что эти законы работают. Но в то же время вы должны понимать, что это движение невозможно остановить. То есть вам придется двигаться постоянно. Постоянно двигаться, потому что вы находитесь в безвоздушном пространстве, в космосе таком. в космосе вашего сознания. Эти люди находятся в пространстве, под ними твердыня, эти люди находятся во времени, под ними тоже какая-то кашка, песочек. Есть на чем постоять. А здесь постоять не на чем. Здесь надо постоянно двигаться. Постоянно принимать постоянно следующий закон есть. Постоянно вершину какую-то преодолевать. И здесь мы эту вершину можем нарисовать такими ступеньками. То есть поднялся сюда выше. Тут прошел маленько, отдохнул, стабилизировался и дальше опять подниматься приходится. Постоянно подниматься. Потому что под тобой нет ни моральных законов, правил, ни нравственных. Тебе не за что зацепиться, найти какое-то самооправдание, сказать виноват. тот или вот этот виноват, я не виноват. Кто-то тебе скажет там сверху что делать. Здесь никто не скажет тебе что делать. Здесь никто не даст оправдание, что ты не виноват, а виноват вот он. Или он виноват, потому что он не работал, а он недостаточно предан был. Здесь ты сам причина. И тут в тебе же следствие будет всех твоих поступков и всех твоих решений. Поэтому тебе придется постоянно двигаться, постоянно принимать какие-то решения, учиться на собственном опыте, учиться у других людей, самообразовываться, ходить там на курсы, читать книги и так далее. Постоянно быть в тренде, постоянно быть в теме своей, любить свое дело. И Брайан там во многих видео говорит, что очень важно и очень важно на 80%, чтобы вы научились взаимодействовать с людьми, которые будут давать вам деньги, которые будут вас поддерживать, когда вам здесь поплохело, когда у вас кончилась энергия. И дальше, что мы об этом говорить будем? О том, о способности масштабировать. То есть наша задача всегда, освоив эти навыки, эти законы и правила, которые нам, большая ему благодарность, Брайан Трейси, да. И наша задача какая? Масштабировать теперь это дело, чтобы увеличить свой доход, увеличить свое финансовое благополучие, притянуть к себе ресурсы. Наша задача масштабировать это в разы. То есть, допустим, это было у нас один к одному, да. То есть вы один здесь находитесь, вот здесь у вас один человек, если не человек. То есть вам надо привлечь много людей уже, привлечь к этому проекту, да. Много людей заразить, мотивировать этим движением своим. То есть это задача предпринимателя, задача, даже творческая такая задача, мотивировать, привлечь, выбрать множество людей, которые помогут вам масштабировать этот бизнес, какой-то проект, какой-то движение к этой цели, чтобы они увидели, что они получат свою долю финансового состояния, да, кого-то. То есть мы масштабируем один к десяти, один к сто, один к тысяче. То есть я-то всегда один, я всегда один, а вокруг меня сотни людей, тысячи людей, которые помогают мне масштабировать какую-то природу свою, скажем, задачу. Конкретно, допустим, Брайан Трейси масштабировал свой аватар, скажем, его аватар, его природа, способность впитывать, органично впитывать, естественно, законные правила какого-то сообщества. И эти законы и правила затем масштабировать, множество проводить аудио, сделать записи, там видеозаписи, конференции, семинаров, ездить по миру в единственном числе в своем, да, и заразить свой энтузиазм своим знаниями других людей, которые там уже будут рассказывать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот это масштабирование происходит. В каждом проекте, в каждой деятельности успеха – это, безусловно, самый главный этап, когда вам необходимо взаимодействовать с большим количеством людей. Итак, друзья, сегодня я так достаточно много наговорил про тему успеха, потому что Брайан Трейси – личность такая многогранная, интересная. Рекомендую вам смотреть, изучать. Если вы пошли на семинар Брайана Трейси, у вас есть такая возможность. Я вам, в общем, завидую. Желаю вам всяческих успехов, удачи. С вами был я, Виталий. С вами был я, Виталий.